Приветствую всех любителей шахмат! Вот и завершилась четвертая партия матча на первенство мира между Яном Непомнящим и Магнусом Карлсоном. Накануне этой партии Магнус справил свой 31 день рождения. Ну и посмотрим, как он подготовился к встрече. Итак, белыми фигурами руководил чемпион мира и отправил в бой королевскую пешку. Черный отвечает симметричным Е5, белый нападает на пешку Е5, черный контратакует пехотинца на поле Е4. Русская партия. Магнус забирает пешку на поле Е5, черный предварительно оттесняет коня и затем отыгрывает пехотинца на Е4. Магнус устанавливает пешку в центр доски, черный играет Д5. Симметричная позиция, развитие белопольного слона, подготовка рокировки в короткую сторону. Непомнящий также готовит рокировку. Рокировка белых, рокировка черных и белый подрывает устои под черным конем. С угрозой пробить на Д5, а затем взять на поле Е4. Поэтому черный укрепляет центр, белый усиливает нажим на коня, черный защищается слоном. Карлсон проводит двойной удар, нападая на пешку Б7, а также пешку Д5. Черный защищается продолжением ферзь Д7. И здесь нельзя выиграть пешку на поле Д5, поскольку в конце варианта черный забирает на Н2, а затем ферзя подвисающего на поле Д5. Поэтому Магнус развивает ферзевого коня, нажимает на поле Е4, нажимает на пешку Д5. Непомнящий меняется на Ц3, белый в промежутке пробивает на поле Ф5. И здесь уже белым невыгодно гнаться за выигрышем качества, поскольку черный спасает коня, а затем начинает охоту за вражеским ферзем. Угрожает отскок коня с последующим выигрышем ферзя. В случае взятия на поле Д5, белым придется пожертвовать назад качество. В противном случае на удар на поле Д5, типовая комбинация слон Х2 и ферзь Д5, белый остается без ферзя. Ну а на взятие на поле Е4, черный играет конь С6, белым приходится отдать своего ферзя за две ладьи. Получается крайне запутанная позиция со взаимными шансами. С учетом этого, Магнус отказывается от взятия пешки на поле Б7, а просто отыгрывает фигуру на Ц3. Непомнящий теперь защищается от угрозы данного взятия продолжением Б6. Белый меняется на Д5, изолирует пешку, но у них также есть слабая пешка, расположенная на поле Ц3. Дальше Магнус связывает пехотинца, не пускает коня на поле Ц6 и угрожает где-то пойти Ц4, используя рентген по горизонтали. Непомнящий пытается устранить активного ферзя соперником. Магнус защищается ходом А4, следует размен ферзя. Теперь у черных отстала и слабая пешка на поле А7, поэтому они избавляются от этой пешки продолжением А5. Белый не берут на проходе, а пытается активизировать своего коня. Прыгнуть на поле Ф5, дальше на Е7 нападая на пешку, либо на поле Е3, также нападая на изолированную пешку. Непомнящий защищается ходом Ж6, белый захватывает пространство на королевском фланге и намечает перевод коня, либо на поле Е3, либо на поле Ф4 после предварительного размена чернопольных слонов. Претендент заканчивает развитие легких фигур, соединяет между собой ладьи, белый продолжает маневр, черный нападает на слабую пешку. Следует ход слона Ф4, здесь непомнящий меняется на поле Ф4, у него под боем пешка на Д5, но он успевает съесть на Ц3. С каждым ходом количество материала на доске уменьшается и позиция катится к очередной ничьей. Черный нападает на пешку Д4, белый внедряется в обжорный ряд с идеей устранить защитника пешки Б6. Нельзя защищаться ладьей из-за комбинационного удара Ладья Д7. И дальше после коневой вилки белый отыгрывает ладью и остается с лишней фигурой. Поэтому непомнящий отступает конем на поле Ф8, белый выписывает шаг, затем еще один шаг на отступление короля играет Д5. И здесь нельзя брать пешку из-за коневой вилки. Но Ян показывает, что у него есть свой козырь в рукаве и надвигает пешку на ферзовом фланге, хочет вплотную довести ее до поля А2. Магнус объявил еще один шаг королю, затем зафиксировал слабые черные поля. Пешка черных неумолимо продвигается вперед и белый здесь приняли решение повторить позицию вечным шагом. Конь Е8. В общем соперники повторили позицию и на 33 ходу была зафиксирована ничья. И уже в четвертой партии подряд белым не удалось получить дебютного преимущества по дебюту. Равная борьба равных противников. Пишите ваши мысли по поводу игры в комментариях, ну и также поддержите ролик лайком, репостом и до скорых встреч.